Всем тихой ночи. Тема существ пустоты в SCP обширной многогранно. Я вот даже сделал целый плейлист про неё, и всё продолжаю натыкаться на её развитие на сайте фонда. Вот и сейчас. Задумал я сделать ролик про объект, в котором показан аномальный Майнкрафт, а в итоге, как это обычно и бывает. Снова потянул ниточку, на которую нанизано множество вещей и явлений из мира SCP. Вокруг мультивселенной фонда в Майнкрафте собралось довольно большое сообщество. Существует масса модов, с которыми можно построить секретную зону со множеством объектов и различных приспособлений для их содержания. А видео на основе этой игры, что показывают разные SCP объекты, довольно популярны. При существует объект, посвящённый этой игре, SCP-4335. Объект, появляющийся в Майнкрафте внутри мира SCP. На странице объекта можно даже карту для игры с ним скачать. На первый взгляд всё довольно просто, и даже похоже на пошлую крипипасту. Какой-то монстр внутри игры оказался аномальным существом. Он встречается игрокам и пугает их. А ещё и Эндермана из игры оказываются его порождениями. Появившаяся в игре сущность, оказалась способна влиять не только на мир внутри игры, но и на разум игрока. Во время первого эксперимента она смогла поразить игравшего сотрудника фонда, после чего у него начались сильнейшие галлюцинации, в результате которых его пришлось поместить на карантин. Позже фонду удалось наладить связь с этим существом, и им оказался разум, зародившийся в пустоте и проникший в наш мир. Вернее, как в наш. Он, как это принято у подобных сущностей, появился где-то в иных пространствах, далёких от понятного нам мира. И, конечно, попытался попасть в нашу реальность, но что-то пошло не так, и он оказался в Майнкрафте. Существо попыталось осмыслить произошедшее с ним, и пришло к выводу, что оно в специальной машине, которая симулирует мир, в которой люди бегут от жестокой реальности. Похоже на правду. Но как так вышло, что тварь из пустоты оказалась в таком странном положении? Ответ на этот вопрос даёт нам доступ на второй уровень этого слоистого пирога. Дело в том, что, зародившись в абсолютном хаосе, это чудище потянулось к своей противоположности, и пожелало попасть в мир полной творения, в мир, состоящий из чего-то, созданного разумом. Существо изначально целилось в наш мир. Однако из-за того, что мир, в который мы живём, полон случайностей, и чего-то разумного в нём на самом деле не так много, пустотный монстр промахнулся и попал в компьютерную игру. Да, Майнкрафт — это игра, основанная на механиках игры другой игры — Dwarf Fortress. А гномия крепость известна тем, что в ней может случиться и появиться практически всё, что угодно. И даже предыстория мира генерируется случайно. В Майнкрафте разнообразия событий, конечно, чуть меньше. Однако случайная генерация мира и различных явлений создаёт некоторую атмосферу загадочности и бесконечного приключения. Но при чём тут творение, если там всё случайно. Дело в том, что случайность внутри компьютерных игр не настоящая. В том же Майнкрафте можно ввести зерно генерации мира. И если в начале игры в качестве зерна вы введёте один и тот же набор символов, например, какое-то определённое слово, то мир каждый раз будет генерироваться полностью одинаково. Можно, конечно, сказать, что вводить это зерно не обязательно. И тогда мир получится случайным. Но в этом случае игра просто выберет зерно, оперевшись на значение системного времени. Компьютер же постоянно, считает время. И цифры из этого счёта можно брать для видимости случайности. Но в итоге всё зависит от того, в какую миллисекунду игрок нажмёт на кнопку начала игры. Конечно, для человека это выглядит абсолютно случайным. Ведь нельзя нажать на кнопку с точностью до определённой миллисекунды. Нервная система человека так быстро не работает. Да и вариантов того, куда может повернуть псевдослучайная генерация, довольно много. В Майнкрафте есть 281 триллион вариаций зерна. А сами алгоритмы генерации могут создавать около 4 миллионов разных вариаций мира из него. Вообще, подходов к тому, как сделать что-то, что кажется случайным, внутри компьютера много. Но суть в том, что настоящей случайности в логической машине нет и не может быть. Кажущийся таким случайным мир всё равно создаётся по воле человека, программиста, который написал правила генерации игрового пространства. Существуя 4335 увидел этот концентрат творение. Целый мир, хоть и виртуальный, в котором абсолютно ничего не случайно. Всё имеет конкретную причину. И посчитало, что именно этот мир настоящий. Когда из общения с сотрудниками фонда оно поняло, что находится в игре, в симуляции, монстр попытался вырваться в наш мир. Однако всё, что у него получилось, это переместиться на другой сервер той же игры. Потому что концентрация не случайности в виде Майнкрафта не позволяла увидеть ему наш мир. Творение сама по себе как бы ослепляет его, как очень яркий свет. Да, тот, кто смотрел мои прошлые видео, наверняка уже понял, что это очередной крикун в структуре. И эти ребят очень любят влазить в мир через разные художественные произведения. Но в отличие от SCP-245, где подобное существо также появилось в игре, и даже обладало примерно такой же мотивацией, SCP-4335 пытается дать свою версию того, почему так происходит. Существ, взродившихся в пустоте, привлекает творение, и они тянутся к нему. Но из-за высокой концентрации онва в компьютерных играх, они летят в них как насекомые на свет и застревают в них. Реальный же мир кажется крикунам напротив, чем-то призрачным и иллюзорным. Настолько, что они даже не всегда могут о нём узнать. Ещё одна интересная деталь, которая снова выводит нас на новый уровень понимания. Это поимка крикуна генератором случайных чисел. Сам этот мотив показан не только в этом SCP, но и в нескольких других. Однажды фонд решил отреагировать на слухи о том, что в одном из университетов некий студент написал программу, которая крайне странно себя ведёт, если работает слишком долго. Программа была изъята и поставлена на содержание под номером SCP-1214. Фонд решил испытать её предполагаемое свойство и оставил надолго включённой. Поначалу эта программа показывала только ряды случайных чисел. И вроде бы ничего особенного не происходило. Всего через несколько десятков минут шанс выпадения определённых символов неизвестным образом вырос. А позже в ряду значков и букв начали появляться осмысленные сообщения. И подобные мольбы о том, чтобы пытка прекратилась. Попался в общем. И видимо в Майнкрафте крикуну нравится больше, чем в текстовом генераторе символов. В конце объекта программа выдала фразу. И у одного из сотрудников начался припадок. Всё очень похоже на SCP-4335. SCP-1214 это далеко не единственный объект, показывающий эту механику. Куда больше и самое главное страшнее об этом написано в SCP-603. В рамках исследований серии аномальных явлений фонд захватил компьютер, на котором была найдена программа, создающая ряды случайных простых чисел, а затем на их основе генерирующая другие программы, которые обычно представляют собой что-то довольно странное. Если запустить это получившееся, созданное этим SCP-приложение, чаще всего пользователь видит что-то похожее на игру. В некоторых случаях это текстовое приключение. Например, однажды получилась игра, заглавленная как умереть. В ней ничего толком не работает. Зато она приводит к остановке сердца игрока. Типичный инди-хоррор в общем. Другая такая игра вообще оказалась пультом управления настоящим живым человеком. Поведение и настроение одного из сотрудников фонда начало зависеть от нажатой в игре кнопки. Иногда это и просто что-то абстрактное. Был вот просто набор опасных для здоровья и жизнемеметических агентов. А в другой раз получилась программа, печатающая на ближайших принтерах разную чушь. В рамках темы этого видео нам особенно интересен вариант приложения, которое называется Яков. Яков это программа, с которой можно общаться. Она показывает треугольник, окрашенный в красный, зеленый и синие цвета. В нижней части окна программы есть поле для ввода текста. Программа способна осмысленно отвечать на текстовые сообщения. И фонд, конечно же, провел его интервью, в котором понял, что Яков, по его мнению, находится в темном пространстве и испытывает невероятную боль. Примерно то же самое сообщают и все другие крикуны. После нескольких итераций Якова он развился в программу, которая была названа «Джин. Детям грозит беда». Это снова Яков, который отвечает на вопросы. Однако в роли пользователя, общающегося с программой, выступает теперь сама же программа. Диалог получается довольно бредовый, но в нем все еще есть тема страданий существ, находящихся в каком-то неопределенном пространстве. В общем, ловли существ из пустоты на псевдослучайную генерацию, чего-то в компьютере, как оказывается, идея рабочая. И SCP-1435 это монстр в Майнкрафте, который оказывается крикуном в структуре. Его привлекает концентрация творения, которую представляет собой псевдослучайная генерация мира. И теперь он застрял там, в игре и не может выбраться. Внутри самого текста SCP-4335 есть прямая ссылка на другой объект, на SCP-3085, который на момент создания этого видео еще не переведен, но сам по себе интересен. Этот объект это персонаж, который появляется в онлайн-игре Old School Ranscape. У него бледная кожа и черные рваные волосы. Во время диалога с ним игрок замечает странную особенность. Варианты диалога с этим персонажем очень точно сходятся с его собственными мыслями, о чем бы он ни подумал. Чем дольше продолжается диалог, тем он становится страннее. В тексте начинают упоминаться события из воспоминаний игрока, как будто взятые прямо из его головы. Сам этот объект не говорит ничего о том, откуда он взялся, кроме того, что он зародился вне игры. Не говорит он и что он сам такое, только упоминает, что ему нравится собирать воспоминания игроков. А еще он также застрял в игре и не может из нее выбраться. Похоже, что этот объект не добавляет ничего особенно нового, кроме того, что подобные ему существа могут копаться в памяти людей. Однако не значит ли это, что существа, подобные ему, могут перебраться из пространства игры прямо в мозг к человеку? В информационном сообщении Нон Лондона упоминается, например, возможность заражения крикуном в структуре. Но больше эта тема почему-то нигде не раскрывается. Всем пока!